Добрый день! Сергей Дмитриевич Лихачев говорил, что прошел день и стал уже историей. История Свято-Троицкого Александра Невского женского монастыря не так значительно, не так богата событиями, не так долга, можно сказать. Община была собрана в середине XIX века, и в истории этой женской обители перемешаны и освобождение крестьян от крепостного права, и появление здесь Афонской святыни, точного списка иконы Божьей Матери Скоропослушница. Таким ярким образом светом просияла сквозь века последняя настоятельница до закрытия этого монастыря Матушка Олимпиада, и вновь обретение чудотворной иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Все в едином месте, сам монастырь располагается в местечке Акатова, и не так давно стал возрождаться. А в советские годы, как вы понимаете, его ожидало, и он пережил участь многих монастырей и церквей нашего Отечества. Итак, Мавакатова – это интересное место, куда не каждый доберется, но сейчас это женский ставропегиальный монастырь, и нас встречают матушки, и мы расскажем о том, что здесь делается, как возрождается жизнь, ну и, конечно же, они познакомят нас с одним из своих рецептов. Как монастырская пища отличается от всей остальной? Все считают, что это очень скудно. Ну, я бы так не сказала. Монастырская пища очень разнообразная и очень насыщенная. Вот, к примеру, возьмем с вами есть такое блюдо монастырское, очень простое рецепт. Это тесто, оно бездрожжевое, то есть соль, вода и мука. Все. То есть, как бы, и вымешивайте до однородной массы, вот, приблизительно вот до такой консистенции. Да, до такой консистенции. Все. Я хочу сказать, что мы находимся в трапезной Свято-Троицкого Александра-Невского Ставропегиального женского монастыря. Нам как раз о рецептах монастырской кухни и этого монастыря рассказывает старший трапезник Татьяна. И сегодня она нам предлагает, что сделать. Мы будем делать чебуреки с рыбой. Это очень распространенное блюдо в миру, только там делают с мясом. Так как мы мясо не кушаем, вот, это то же самое, только с рыбой. Вот, ну, довольно-таки я бы сказала, что это очень съедобно. Можно два вида рыбы положить. Вот, у нас фарш и тут горбуша и ментань. Но уже приготовлены, да? Да, фарш приготовлен тоже, это только лук, соль, перец, больше никаких специй. То есть, как бы, очень простой рецепт. Можно добавить растительного масла, чтобы фарш не был сухим. Раскатываем такие кругляши. Кругляши. Вот. Сейчас, Юля, тебе будет один. И мне один. Но нам надо как минимум на группу сделать пять. Конечно, конечно. Под вашим чутким руководством. Да. А тяжело жить в монастыре под руководством? Вы знаете, я бы сказала, что это легче. Почему? Ну, вот у тебя есть духовник и настоятель, настоятельница. Они, как бы, тебя уже везде направляют. То есть, это очень даже, я бы сказала, что это очень удобно. Можно не думать. Нет, ну, думать нужно всегда, но в меру. Вот. Давайте вот так вот положим с вами. Вы знаете, как лепятся пельмени? Ну, это приблизительно делается. Сейчас уже так редко лепятся пельмени. Ну, да. Вы знаете, самый вкусный пельмень, который лепится вручную. Главное, чтобы фарш у вас не попадал на края. Да. Вот. Это самое главное. Вот так. Делаете вот такой вареник. Вот. И немножечко его нужно так раз. Вот. Ну, для разнообразия можно вилочкой вот так вот, как вот чебуреки делаю. Знаете, края вот так вот. Ну, это уже для красоты. Края прижать. Будет вот у нас такой чебурек. А как вот определить меру вообще? Меру жизни всего, меру в еде? Меру в еде, конечно, сложно определить. Потому что, как у нас духовник говорит, что у монаха два утешения. Поесть и поспать, как бы вот. Ну, он так вот утешается. Вот. Поэтому, как бы здесь определенная своя мера. В меру своя мера. Следующий раз катывается. Давайте вот это вот так вот выложим здесь аккуратненько. Вот. Так что, тут даже как бы вот эту меру вам тоже объясняют, что должно быть. Как что должно быть? Вас же ведет как бы духовник. Что вы, духовнику, доверяйте самой ценой. Вашу душ. Вот. И он уже руководит вашим духовным возрастом. Потому что это вот основа всех основ. А как определяется рост духовный? Ну, вы знаете. Не знаю. Человек может идти к этому всю жизнь. Это уже Господь как бы дает человеку, понимаете. Ну, кому-то он дает духовный рост. Более быстрый. Кто-то может прийти, прожить в монастыре там три года, да. И уже его там пострегут в иночество или сразу в монашество. А кто-то будет к этому идти 16 лет, 17 лет, 10 лет. То есть, понимаете, вот так невозможно вот сразу определить вот эту меру. Это уже на все нужно время. А духовный рост, он, я вам скажу, очень непростой. Вот вилочками. Давайте ее. Вот. Мы сейчас так вот вилочкой вот эту все, так раз, чтобы они у нас были. Но у вас в монастыре три сестры-подвижницы этой той старой обители, прославленной в леке новомучеников. Вот они были послушницами. Они даже не были в постриге. Они были просто послушницами. Вот. И тем не менее, понимаете, вот смотрите, это вот самый такой пример. Основной, я бы сказала, что они не были в постриге, даже в иноческом. Вот. Они были просто вот как я послушница. И тем не менее, вот они уже прославлены в леке святых. Вот. Поэтому это вот и он. Давайте. Все у нас как в четыре руки. Да. Очень все быстро. Ну они для вас, вот эти послушницы, явили некий образец пример. Конечно. Конечно. Вы мне тут обмолвились, что когда надо, вы даже в Третьяковку ездите. Ну конечно. И же, понимаете, духовный рост, он, ну, как бы очень важен. Но и интеллектуальное развитие-то оно должно быть, понимаете. Потому что встречаешься с разными людьми. Там бывают выставки, у нас есть иконописцы, есть художники, которые рисуют свои картины и потом их продают. И как бы получается, что ты встречаешься с людьми довольно-таки образованными. И ты должен с ними общаться, ты должен с ними разговаривать, спрашивать. Какая картина в Третьяковке, какое полотно вас больше всего поразило? У меня несколько любимых художников. Это Шишкин и Вазовский. Мои Вазовский великий романтик. Да. Давайте, наливайте масло. Мы сейчас будем класть на сковородочку это все дело. Так, наливайте, не бойтесь. Так. Побольше его надо, да? Да, можно, все, хватит. Оно не шипит, оно не это. Нет, нет, все нормально. Вот. Подумаем, что мы все уместим. А в какой вы семье, Татьяна, воспитывались? Самой обычной. Самая обычная рядовая советская семья, советская, российская. То есть, получается, пополам. Потому что застали Советский Союз. Родились мы в Советском Союзе. А потом же, конечно, уже средняя школа была закончена. А кто вот послужил? Все равно же людей кто-то ведет. Конечно, промысел Божий. Конечно, Господь на всех ведет. Господь. Ну вот как получилось так, что вы вдруг, окончив юридический университет, попали в святую обитель? Ну это, вы знаете, как вот промысел Божий. Потому что был какой-то просто вот спонтанный интерес. Ну все с этого начиналось. То есть я приехала пополомничать. И вот как-то уже душой я осталась здесь. Как отреагировали на это родители? Ну вы знаете, как и все родители. Ты же взрослый человек. Это твой сознательный выбор. И рано или поздно им все равно придется его принять. То есть тут уже, если бы мне было 13 лет, ну, наверное, было более проблематично. Все, Татьяна. Да. Все. Готово. Снимаем. Все очень быстро. Это, конечно, в умелых руках Татьяны. Татьяна, и все-таки вот некий такой итог. Как мы доделали эти беляши, чебуреки, как угодно, рыбные. Да, вместе с ними. Что составляет для вас большое огорчение и также большую радость? Огорчение? Ну, я бы сказала, что, наверное, оно состоит в том, что, я сожалею, что так много времени было потеряно. Вот. Потому что бы хотелось, конечно, попасть сюда немного раньше. Да монастырь только 10 лет возрождается. Вы 9 лет уже здесь. Куда раньше-то? Нет, я не имею в виду монастырь, а духовную жизнь, потому что, понимаете, что духовный рост – это такое дело, можно за всю жизнь не успеть. Вырасти до определенной какой-то планки, хотя бы вот до такой, понимаете. Ты пришел, и ты можешь вот на этой планке стоять очень долго – 5, 10, 15 лет, 20 лет. Вот, всю жизнь. Вот. Ну, поэтому, наверное, вот, ну, такое есть немножко сожаление, что времени очень мало, на самом деле. То есть надо спешить. Да. Спешить для чего? Спешить. Душу спасать свою. Так, а радость тогда? А радость? Чтобы у нас была такая мажорная нота. Радость? Ну, это то, что меня сейчас окружает. Это сестры, это мой духовник, это настоятельница, которая, в принципе, меня поддержала в трудные моменты. Вот. Ну, вот, все, что сейчас окружает, как бы, вот эта жизнь, ну, для меня это радость. И даже вот то, что сделали. Ну, главное, чтобы это было радостью для других. Сейчас мы операторов покормим, и, в общем-то, поймем, насколько это радость. Ну, что ж. Ну, тогда мы вынуждены говорить до свидания. Уже мы будем пробовать. Ну, можно сказать, до встречи. За кадром, да? Вот. Спасибо вам огромное. Будем ждать вас в гости. Спасибо вам большое за все. И вас, в общем, всех. Приезжайте к нам на службу. Вы уже слышали, как поют сестра. Вот. Мы будем вас ждать. Вот. Все для вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok